Медициной интересуются поголовно все. Сначала это любопытство, связанное со строением человека, потом это физиология, гормоны и рождение детей, а потом, увы, болезни. Так с каждым прожитым годом человек не только пополняет ассортимент своей домашней аптечки, параллельно он стремится стать многопрофильным специалистом, как в области своего личного здоровья, так и в медицине в целом. Не является ли это ошибкой? Наша программа готова ответить на любые, даже самые сложные вопросы. Здравствуйте, дорогие друзья! Наверное, ни один орган человеческого тела не наделяли таким количеством эпитетов и сравнений, как сердце. Оно умеет не только перекачивать кровь, но еще и танцевать от радости, замирать в предвкушении, сжиматься от жалости и обливаться кровью. А еще оно может разбиться от боли, разрываться от горя и трепетать от счастья. Что этот орган представляет собой с медицинской точки зрения и каким опасностям подвержим сегодня в нашей передаче? Итак, сердце. Его справедливо считают самым важным органом человека. Главной функцией сердца является обеспечение постоянного кровотока по всему организму и насыщение тканей, питательными веществами и кислородом. Анатомически сердце человека состоит из четырех отдельных полостей, которые называют камерами. Благодаря мышечному строению сердце обладает рядом уникальных качеств. Это фантастическая мощность и редкая работоспособность. Но, к сожалению, этот совершенный во всех отношениях орган человека способен изнашиваться. Впрочем, это не единственная причина сердечных заболеваний. За расхожей фразой «меня беспокоит сердце» скрываются десятки диагнозов. Давайте разбираться. Сегодня в гостях у тела человека врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней номер 2 Гомельского государственного медицинского университета Наталья Владимировна Николаева. И врач-валиолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Людмила Григорьевна Соболева. Здравствуйте. Здравствуйте. Традиционно мы пригласили на нашу передачу студентов Гомельского государственного медицинского университета, которым мы предложим несколько несложных испытаний. Александр Квачук и Ирина Васенда. Здравствуйте. Ребята, в начале передачи была у нас анатомическая справка, где мы все видели, что сердце кровоснабжает все органы и системы, несет им кислород, питательные вещества. И вот здесь будет наш вопрос первый. Скажите, пожалуйста, какую среднюю массу имеет сердце взрослого человека? А пока вы будете думать, писать на планшетах, мне хотелось бы обратиться к Наталье Владимировне. Статистика говорит о том, что болезни сердца, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда уже много десятилетий лидирует в таком печальном рейтинге, как смерть взрослого человека. Скажите, пожалуйста, почему такое печальное постоянство именно у этих заболеваний? Да, действительно. Статистика показывает, что по данным ВОЗ на долю болезни системы кровообращения среди 10 ведущих причин смертности приходится порядка 22%. Если брать из всей популяции болезни системы кровообращения, то на долю ишемической болезни сердца приходится порядка 50%. Причем ишемическая болезнь сердца является важной проблемой современности, поскольку каждый год отмечается рост как заболеваемости, так и смертности. Если рассматривать, в частности, ишемическую болезнь сердца, то по сравнению, например, среди мужчин и женщин, то каждый пятый мужчина страдает ишемической болезнью сердца в возрасте 50-55 лет. Для того, чтобы справиться активно с этой проблемой, необходимо действовать в двух направлениях. Это, прежде всего, заниматься профилактикой и ранней диагностикой. Артериальная гипертензия, инфаркт миокарда и атеросклероз. Принято считать, что это заболевание возрастных людей. Но существует такое мнение, что сейчас эти болезни омолаживаются, появляются у молодых людей. Действительно ли это так из вашей практики? Да, действительно, в настоящее время отмечается значительное увеличение роста встречаемости данных заболеваний в более молодых возрастных группах. Чем это можно объяснить? Я считаю, что это плата человечества за эволюцию, цивилизацию и прогресс. И для того, чтобы нам каким-то образом предпринять меры по снижению заболеваемости среди молодых возрастных групп, то мы должны вести борьбу с факторами риска совместно с пациентом. Мы можем повлиять на что? На излишний вес, на неправильное питание, отказ от вредных привычек, гиподинамии. Таким образом, мы позволим снизить риск развития данных заболеваний у более молодых пациентов. Наталья Владимировна, скажите, пожалуйста, какие симптомы первые, может быть, появляются, когда уже существует показание обратиться человеку к врачу-кардиологу? И, может быть, уже есть какие-то грозные симптомы, когда требуется оказывать экстренную помощь, особенно если человек находится дома один? Ну и если рассматривать по симптомам, то если у пациента впервые, например, появились какие-то неприятные ощущения в грудной клетке, непосредственно за грудиной, в левой половине грудной клетки, если эти боли он может связать, например, с физической нагрузкой, в частности, подъем по лестнице, быстрая ходьба, пополнение какой-то элементарной работы, у него появилась, например, одышка, связанная с физической нагрузкой, пациент предъявляет жалобы, например, на учащенное сердцебиение или, наоборот, замедленное сердцебиение. Он может наблюдать такие симптомы, как кратковременная потеря сознания, либо помрачнение сознания. Или у пациента может беспокоить его, например, головокружение, головная боль в затылочной, в височных областях. Это все является симптомами кардиологических заболеваний, которые должны позволить ему обратиться прежде всего к врачу-кардиологу. И также одним из таких немаловажных симптомов является, например, появление отечности ног в вечернее время, к концу рабочего дня. Если же пациент дома, что заставляет его, например, или должно заставить его обратиться за экстренной медицинской помощью? Это внезапно развившийся острый болевой синдром за грудиной. Если есть возможность дома принять таблетку нитроглицерина, то, конечно, вызвать скорую помощь. Если нет возможности сообщить каким родственникам, соседям, принять горизонтальное положение, доступ свежего воздуха, но и обязательно, конечно, обратиться к кардиологу по месту жительства. Я предлагаю все-таки узнать, что ответили наши ребята по поводу массы сердца. Ирина, что вы нам предлагаете? Я считаю, что масса сердца у мужчин, она, конечно же, больше. Это где-то примерно 330 грамм. У женщин 250 грамм. И, соответственно, у тех людей, которые активно занимаются спортом, масса сердца будет больше. Александр? Приходилось встречать информацию, что средняя масса сердца у мужчин равна 350 грамм, а у женщин 250 грамм. То есть у нас одинаковая информация. Мы, наверное, ее примем как правильную информацию. У нас еще один есть вопрос к вам следующим. Скажите, пожалуйста, ученые уже доказали о том, что во время работы сердце вырабатывает определенное количество энергии. Если эту энергию пересчитать на работу мотора автомобиля, сколько километров может проехать этот автомобиль в день? Несомненно, чтобы не писали и не говорили о работе здорового сердца, все советы по профилактике его заболеваний – это уже находится в компетенции врача-болеолога. Но прежде чем мы услышим компетентное мнение, предлагаю вам послушать несколько мнений, которые считаются основополагающими в сети интернет. Ученые считают, что смех тормозит выработку гормона стресса – кортизола, что уменьшает воспалительные процессы в артериях, нормализует артериальное давление и увеличивает уровень хорошего холестерина, липопротеидов высокой плотности. Такое положительное воздействие смеха длится по крайней мере 24 часа. Правда, в источнике не уточняется, на протяжении какого времени и с какой интенсивностью надо для этого смеяться. Теперь о плохом холестерине. Считается, что узнать о проблемах собственного сердца можно с помощью обычной сантиметровой ленты. Достаточно измерить объем талии. Это один из показателей абдоминального ожирения. Его признак у женщин – это окружность талии 80 сантиметров и более. У мужчин – это от 94 сантиметров. Считается, что из всех продуктов самое благотворное влияние на работу сердечно-сосудистой системы оказывает обыкновенное яблоко. По мнению некоторых исследователей, всего один фрукт в день гарантированно избавит человека от инфаркта. Итак, мы услышали несколько советов о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Действительно ли так влияют смех, стресс на состояние нашего здоровья? Какие функции сердечно-сосудистой системы при этом действительно меняются? Давайте начнем со стресса и закончим более приятным. Первоначально на стресс реагирует наша кожа. Кожа вообще считается зеркалом всех процессов, которые происходят у нас внутри организма. И за счет стресса происходит большой выброс провоспалительных цитокинов. И за счет этого у нас появляется на коже, кожа реагирует высыпаниями, появляются угревая сыпь, появляются волдыри, может развиться экзема и ряд другой патологии. Также стресс влияет на желудочно-кишечный тракт. Стресс замедляет процесс переваривания пищи, что также может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Также стресс влияет на нашу иммунную систему, угнетает ее. За счет того, что в крови снижается количество лимфоцитов, у человека снижается способность реагировать, противостоять чужеродным микроорганизмам. И воспалительная реакция, риск ее повышается. Ну а теперь то, что касается смеха. Еще 2000 лет назад Гиппократ указывал на пользу смеха и выделял смех как лекарственное средство. А вот Лев Николаевич Толстой писал, что смех порождает бодрость. В результате смеха у нас происходит большой выброс гормонов счастья, эндорфинов, как мы все знаем. И что нам позволяет бороться с раздражительностью, с грустью. Также при смехе у нас участвуют практически все мышцы лица, что повышает наш тонус кожи и улучшает циркуляцию крови. При смехе мы вдыхаем большее количество кислорода, что заставляет работать быстрее сердца и улучшает циркуляцию крови. Также смех положительно влияет и укрепляет мышцы живота, спины, ног. Следует отметить, что одна минута смеха заменяет 15 минут занятий на велотренажере и 10 минут езды на велосипеде. То есть вот насколько влияет. То есть такое многокомпонентное влияние на весь организм и тем самым на сердечно-сосудистую систему. Стресс отрицательный, а смех – это положительное влияние. Еще одна такая большая проблема – это ожирение и заболевание сердечно-сосудистой системы. То есть взаимосвязь уже давно учеными доказана. Но если говорить об ожирении, все-таки это не только проблема взрослых людей, это проблема часто подростков и уже даже детей. Вот здесь взаимосвязь именно в этом контингенте, у этого контингента. Ожирение и, может быть, в будущем это риск сердечно-сосудистых заболеваний. Конечно, я полностью согласна. Вообще ожирение – это очень актуальная и серьезная проблема в настоящее время. Статистика приводит данные, что за последние 20 лет ожирение детей в возрасте с 6 до 11 лет имеет тенденцию к увеличению почти в два раза, а подростков – в три раза. То есть вот о чем говорят данные. И в чем заключаются причины? Почему так происходит? В первую очередь, потому что у детей неправильное питание. Чем характеризуется рацион наших детей? В первую очередь, это увеличением количества калорий, которые они потребляют. Это нарушение кратности приемов пищи, нарушение режима приема пищи. Сегодня родители своим детям больше всего покупают продукты в супермаркетах, кормят их фастфудами, которые содержат большое количество пищевых добавок и углеводы, что отрицательно сказывается на здоровье детей и способствует набору лишних килограммов веса. Также это гиподинамия, как уже ранее было сказано. Сегодня гиподинамия – это обидж нашего времени. Дети взамен того, чтобы погулять на улице, заниматься зарядкой, физкультурой, они просиживают целыми днями в свое свободное время за экранами компьютеров, планшетов, телефонов, что отрицательно также сказывается на здоровье, они большую часть времени находятся в сидячем положении. И то количество килокалорий, которое они потребляют, у них не расходуется в полном объеме и трансформируется в жиры, что также сказывается на работе организма и приводит к определенной патологии. Также следует отметить и наследственный фактор. Также играет большую роль генетическая предрасположенность. Уже научно доказано, что родители, которые имеют ожирение, у них 80% вероятности, что у детей также будет патология. Соответственно, снижение веса – это снижение риска заболеваний сердечно-сосудистой системы. Наталья Владимировна, скажите, пожалуйста, а вот в вашей практике действительно ли такое, что когда человек снижает свой вес избыточный, снижается и риск у него сердечно-сосудистых заболеваний? Или улучшается течение, если были эти заболевания? Да, действительно. Снижение веса является одним из способов лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, что касается лечения артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца. Но наиболее актуально стоит вопрос лечения артериальной гипертензии. И если мы у пациента впервые выявляем артериальную гипертензию, в зависимости от степени, от риска артериальной гипертензии мы можем предложить несколько вариантов лечения. Мы можем предложить, если это, например, низкий риск развития кардиоваскулярных катастроф, то немедикаментозное лечение. И одним из принципов немедикаментозного лечения является, прежде всего, снижение массы тела, нормализация веса. И, как результат, мы имеем в дальнейшем снижение и цифр артериального давления. Таким образом, мы можем уже без лекарственных средств у некоторой категории пациентов добиться нормализации. Поэтому, да, действительно, это эффективно работает. Ну и еще прозвучало все-таки о яблоках. Действительно ли вот это мнение о том, что яблоки настолько помогают в профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системе? Или, может быть, есть другие какие-то продукты, обладающие таким профилактическим лечебным действием в плане этих заболеваний? Ну, конечно, яблоки, как мы все знаем, это очень полезный продукт. Яблоки, они снижают холестерин и нормализуют артериальное давление и предотвращают развитие тромбов. Но это не единственный продукт, который может стоять рядом с яблоками в профилактике заболеваний сердца. Здесь нужно сказать и о других продуктах, а именно о гранате. Уже научно доказано, что потребление гранатового сока ежедневно в течение трех месяцев значительно снижает риск развития налета холестеринового в артериях и потом в дальнейшем предотвращает развитие бляшек. Также следует сказать о чесноке. Это очень хороший антисклеротический продукт. Ежедневное его употребление в пищу также снижает уровень плохого холестерина и также нормализует давление и уже разрушает имеющие холестериновые бляшки и предотвращает развитие последующих. Также следует сказать о зеленых овощах, салатах, шпинатах, капусте. Они также оказывают хорошее воздействие на сердце, укрепляют сердце и также уменьшают уровень холестерина в крови. Следует сказать, что зеленый салат содержит большое количество витамина К. Витамин К играет большую роль за нормализацию свертываемости крови. Также большое количество фолиевой кислоты содержится в зеленом салате. А мы все знаем, что фолиевая кислота, она у нас отвечает за нормализацию из кровеносной системы нашего организма. Также следует сказать о фрукте авокадо. Все мы его слышали, но не все мы его употребляем. Это также очень хороший продукт, очень полезный для сердца. Он также снижает уровень холестерина в крови и предотвращает развитие атеросклероза. Также можно употреблять и рекомендуют употреблять горький шоколад, но только тот горький шоколад, который содержит какао не менее 70%. Вот это более такие продукты, которые могут стоять рядом с яблоками. Ну что ж, достаточный перечень, чтобы выбрать из этого то, что каждому подходит даже по вкусу. Но я думаю, что было достаточно времени у наших ребят, чтобы пересчитать энергию сердца в километры. Но давайте послушаем, что же они нам насчитали. Ирина, пожалуйста, ваша. Могу предположить, что энергия, которую вырабатывает сердце, может хватить на 25-30 километров. Александр, как ваше мнение? На мой взгляд, ежедневной энергии сердца достаточно, чтобы проехать расстояние 30-35 километров. А вот что говорят ученые и исследователи. Каждый день сердце вырабатывает столько энергии, сколько нужно машине, чтобы проехать 32 километра. А если говорить энергии, которая вырабатывается за всю жизнь, то это расстояние до Луны и обратно. И сейчас для вас прозвучит третий вопрос. Что такое стетоскоп? Наверное, говорить студентам ведущего медицинского вуза не нужно. Вы прекрасно знаете, пользуетесь этим каждый день своей учебы. А вот кто изобрел этот медицинский аппарат? Для чего он нужен? Для чего он предназначался? И самое главное, почему его изобрели? Вот, пожалуйста, ваше мнение, но у нас будет для вас подсказка. Сейчас вы увидите три фамилии с датами изобретения. Ну и вот, пожалуйста, предположите. За последние несколько десятилетий врачи действительно сильно продвинулись в профилактике, в лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы. Но это лишь подчеркивает тот факт, что именно здоровый образ жизни, а также своевременно обращение людей на состояние своего здоровья, на появление первых симптомов, позволило бы сделать лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы более легким и более дешевым. Поэтому предлагаю вам посмотреть на следующий сюжет. Вообще-то я с молодости смотрю. Ну как, за здоровье? Я занимаюсь физкультурой, занималась спортом с молодых лет. Знаю, что есть такие болезни, как ишемическая болезнь сердца, сосудами проблемы. Поэтому это все не забрасываю. Я продолжаю потихоньку, полегоньку, умеренные нагрузки. И, в общем-то, все неплохо. Что такое проблемы с сердцем, Галине Васильевне известно не понаслышке. В ее семье по женской линии этим недугом страдали и мама, и бабушка. Сама же Галина Васильевна решила предупредить болезнь на корню. Ну я вообще-то очень люблю ходить пешком. Не ездить, а ходить. Ну и поэтому хожу в любую погоду. Такую прекрасную, как сегодня, когда идет снежок. Ну вот и дошла до тренажерного зала. В тренажерном зале Галине Васильевне понравилось все и сразу. Оказалось, что люди ее возраста здесь не редкость. А индивидуальный подход – дополнительный и очень важный плюс. Вы знаете, вот придешь в тренажерный зал, тут вокруг все такие молодые, энергичные, подтянутые. О, отлично. Просто хочется смотреть и подражать. И стараешься тоже быть в тонусе, стараться держать себя в руках и не раскисать. И стараться быть настоящим спортсменом тоже. И если вы решились уже идти в зал и преклонного возраста, пенсионного, ну и так далее, то что стараемся все-таки как-то сходить к врачу, проконсультироваться, потому что проблемы с сердцем возможные, проблемы со щитовидкой сильные, костная система страдает. Поэтому это нужно все-таки понимать и с этим работать. Тренажерный зал в программе «Здорового образа жизни» у Галины Васильевны важный, но не единственный пункт. Ну, в моем возрасте, мне уже 69, вы знаете, что все-таки очень важно заниматься физкультурой или спортом. Раз. Во-вторых, соблюдать какую-то диету, вы знаете почему. И, конечно, контролировать свои параметры давления обязательно каждый день. Чтобы все было в порядке. Я думаю, комментировать здесь особо нечего. Мы все понимаем, что человек ведет себя достаточно грамотно, старается защитить себя всячески от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Людмила Григорьевна, скажите, пожалуйста, но достаточно ли всего этого для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы? Я бы ответила таким образом. Конечно, данный человек ведет достаточно грамотный подход к своему образу жизни, к своему здоровью, но этого, конечно, недостаточно. Сюда бы я, конечно, добавила, так как она находится уже в группе риска по данной патологии, обязательное профилактическое обследование, обязательно у врача. Обязательно контроль хористелин, обязательно контроль от реального давления, обязательно санация очагов инфекции ротовой полости, потому что незалеченные, скажем так, зубы также могут провоцировать так называемые эндокардиты. Наталья Владимировна, еще тогда вопрос. А существует ли фармакологическая профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы? Вопрос очень хороший, но однозначно сказать, что да, существует, наверное, будет не совсем корректно, потому что, прежде всего, пациент должен обратиться к врачу и уже совместно с врачом, с кардиологом принимать решение о приеме каких-то препаратов с целью профилактики. Самостоятельно принимать я бы, конечно, не рекомендовала. Поэтому пациентам, особенно той категории пациентов, которые относятся к группе риска, то, что мы уже называли, это пациенты с избыточным весом, пациенты с повышенным уровнем артериального давления, пациенты, у которых отекречена наследственность, пациенты, которые имеют в анамнезе сахарный диабет, конечно, следует обратиться к врачу-кардиологу и уже совместно с ним решать вопрос. В плане таких профилактических лекарственных препаратов могут рассматриваться и препараты-антиагреганты, например, тот же аспирин, но кардиологический аспирин, который не обладает раздражающим действием на слизистую оболочку желудка, и также препараты омега-3, полиненасыщенных жирных кислот. Но опять хочу повториться, что весь прием препаратов только после консультации с врачом-кардиологом, не самостоятельно. Но скажите тогда, пожалуйста, какие сейчас методы исследования есть у врачей-кардиологов для того, чтобы поставить грамотно, правильно диагноз заболевания сердечно-сосудистой системы? На сегодняшний день достаточно широкий спектр есть обследований пациентов в нашем городе для того, чтобы установить правильный кардиологический диагноз. Но все-таки начинать нужно с элементарного, с электрокардиограммы, который выполняется в любом лечебном учреждении нашего города. И в зависимости от того, какой дальше намечен план обследования пациента, это могут быть и нагрузочные пробы, это может быть и эхокардиографическое исследование, это может быть коронарография, это может быть компьютерная спиральная томография, которая также выполняется в нашем городе на базе Гомельско-областного кардиологического центра. И при необходимости в нашей республике выполняется даже магнитно-резонансная томография сердца, которая единственное место, где пока у нас выполняется, это на базе РНПЦ-кардиологии в городе Минске. У врачей прошлых веков не было возможности применить все те методы диагностики, которые есть сегодня у нас. Поэтому давайте послушаем мнение наших студентов и вообще, чем же пользовались врачи прошлого, в линейке врачи, они могли поставить диагноз благодаря этому. И кто придумал, кто изобрел тот самый стетоскоп для выслушивания сердечных тонов? Ирина, какой у вас ответ? У меня ответ такой. Стетоскоп изобрел Ринелла Энек, так как метод аускультации, который применялся раньше, прямой метод, он был негигиеничным и малоинформативным. И плюс к тому у женщин мешала пышная грудь для хорошего выслушивания. И нужно было что-то решать, чтобы улучшить. Александр, у вас что-то есть добавить? Может быть, у вас другое мнение? Я согласен с Ириной. Это был француз Рене Лаенек, ученик личного врача Наполеона Корвизара. Придуман был данный метод в связи с разным объемом бюста у женщин и негигиеничностью непосредственной аускультации. Я благодарю вас за сегодняшнюю нашу встречу, но все-таки хотелось бы в конце передачи вашу оценку нашим будущим специалистам. Насколько они готовы к такой серьезной профессии, как врач? Наталья Владимировна. Я думаю, что готова. Я тоже поддерживаю, потому что они достойно себя представили, достойно представили наш университет. Вот, что мы можем гордиться этим. И я думаю, что, конечно, в процессе своей работы они будут постоянно учиться, потому что работая, будет постигаться наука, которую они прошли в университете, и будут постоянно пополнять свой багаж знаний и лечить людей. АПЛОДИСМЕНТЫ Выдающийся кардиохирург Николай Михайлович Амосов сказал, врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому. И это действительно так. Берегите свое здоровье сегодня, чтобы не сожалеть об этом завтра. И до новых встреч в программе «Тело человека». Редактор субтитров А.Семкин